здравствуйте друзья у нас вопрос на дорожку добрый день михаил добрый день так что то лицо меньше в тени будет меньше на солнце будет итак хочу подкинуть тему для разговора в пути имеются мужчина 30 лет специальность электрик высшее опыт в россии в проектировании прораб электромонтажных работ главный энергетик предприятия начальник знаю основы постройки зданий и сооружений водоснабжение газоснабжение чуток программирования промышленных контроллеров разнообразно статус имеет разрешение на работу о как смотри-ка есть решение на работу это уже неплохо знание языка средние женщина 20 лет мисс сестра анестезист акушер что-то как-то тоже профиль широкий 20 лет девочка молоденькая так опыта пока маловато трудолюбие неумение сидеть без дела хоть отбавляй хорошо статус имеет разрешение на работу господи вообще у них все проблемы то уже решены уже есть разрешение на работу но следующие начинаются да начинается следующий проблем статус имеет разрешение на работу знание языка ниже среднего цель заработать за как можно короткий срок сумму в размере 50000 у е у е да ты не видишь меня так у е 50 тысяч у е на постройку своего домика в деревне в россии что-то дорогие домики стали в деревнях российских и богу 50 тысяч у е это по нынешнему то курсу варианты ответов первое мужчину направить учиться на трак драйвера с последующим устройством на работу курсы есть такие где тебя там учат и устраивают хорошо женщина дома на подработках плюс сиделка в русскоязычных семьях вариант мужчину настройку в качестве помощника электрика женщину учиться на курсе медсестры с последующим трудоустройством а кто же она курс это с языком ниже среднего ваш вариант вы уже много повидали много узнали много людей которые знаете как приезжали такие же голые в плане опыта работы в сша дайте дельный совет двум молодым людям спасибо значит 30 лет и 20 лет но вообще ситуация у нас какая нетривиальная домик они хотят в деревне за 50 тысяч у е да но хорошо ладно давайте поговорим что тут скажешь значит первая моя мысль идет вот с какой стороны я когда-то на канале у нас советовал вам но тем кто нас слушает почитать книжку написанную господином короленко вот тот самый который написал дети подземелья в наше время это в школе изучалась о том как плохо и бедно жили дети при царизме не то что при советской стране так вот вот этот самый господин короленко потрясающий писатель вы не писать изумительный писатель пишет просто божественно так вот короленко его перу принадлежит вещица под названием без языка без языка она свободно висит в интернете вы можете пойти там качнуть там почитать там и так далее как угодно значит эта история дядьки одного такое знаете откуда-то по-моему с украины где-то жил на украине и он такой громадного размера такой замедленный в общем-то по-своему парнища такой ну вот не то что тупой но но такой неспешный знаете он добрый очень он он громадные физической силы но вот не шустрый такой по жизни и вот он приезжает в америку без языка и это где-то начало двадцатого века вот при проклятом царизме значит соответственно да а потом он значит уже ну там целую историю лучше почитайте не буду вам рассказывать это потрясающая вещь она она достойна прочтения так вот там были люди которые приезжали в америку на заработках в то время это было очень распространено когда я читал книжку по истории миграции там меня потрясла цифра которая там была что 30 процентов иммигрантов которые приезжали в соединенные штаты в девятнадцатом веке и начале двадцатого 30 процентов из них вернулись обратно в европу да можно сказать в основном из европейских стран они были они просто ехали на заработки на корову на дом наверное чтобы семью завести там или еще что то просто это было место где легче заработать понимаете и я даже не знаю как вот сейчас с этим делом потому что сейчас так просто на заработки не приедешь если только нелегалы и то мы видим что 11 миллионов нелегалов стране из которых больше половины находится в стране от 10 до 20 лет понимаете пять миллионов человек которые уже от 10 до 20 лет находятся в соединенных штатах нелегальном положении они тут работают они зарабатывают там вот то что то что они тут зарабатывают им вот как бы нормально там для семьи вот поэтому почему я на эту тему начал потому что разговор пошел о том что они хотят заработать денег чтобы построить домик в деревне это сегодня вот их как бы такой ну план жизненный вот и завести дом в деревне наверное у них есть какое-то видение как они дальше в этой деревне будут жить если бы у них только был дом и они бьетом построили наверное они знают что они будут делать но я честно говоря не очень понимаю потому что ну допустим девочка медсестра там акушерка ей найдется чем заняться ну даже в деревне там какой-то фельдшерский пункт там я не знаю нормально но он-то энергетик фактически да такой электрик сильно точник не слаботочник он сильно точник то есть он был там главным энергетиком там чего-то чего он там в колхозе то ну или там не колхоз я извиняюсь нет в колхозах наверно значит ну вот что он в силе будет делать наверное тоже какой-то ответ у них есть то есть вот и вот как бы был бы дома дальше уже все остальное приложится я хочу сказать что имея 50 тысяч кешем наличкой имея 50 тысяч они могут легко например купить дом приличный дом даже не в американской деревне а в приличном месте в соединенных штатах ну там дать down payment и дальше потихонечку там на 30 лет там выплачивать там по 3 копеечки а там скажем за 250 за 300 тысяч можно такой домино купить на 95 процентах территории страны если они готовы в деревне жить что же они так будут у меня это немножко не укладывается я понимаю что действительно были люди раньше когда приезжали до заработки но вот сейчас и значит чтобы заработать 50 тысяч так чтобы их отложить это они здесь должны пробыть несколько лет потому что заработки у них невысокие несколько лет и после нескольких лет они вдруг куда-то поедут ну вот вот у меня не укладывается я первая моя мысль была такая что вот я когда читал это все и вот дошел до 50 тысяч у е и имя мне казалось что вот люди которые слушают вот это видео смотрят или слушают некоторые нас просто слушает как радио они скажут вместо у я скажу в этом месте скажу его или просто его потому что разрешение на работу есть у одного разрешение на работу у другого то есть вместо того чтобы быть богатым и здоровым люди говорят я лучше буду бедным и больным поймать это как бы то есть но я не знаю но может быть конечно все бывает но но и господи да но вопрос собственно в чем значит мы на эту тему поговорили вопрос собственно чем как людям заработать люди обычно зарабатывают так как у них получается и если сегодня они начали работать значит мы исходим из того что у них несколько лет впереди значит если сегодня девочка там начинает работать по уходу скажем там за пенсионерами ну допустим вот у нас тут она могла бы заработать там легко пару тысяч месяц если с проживанием если без проживания то наверное даже больше вот то есть разрешение на работу там и страховку бы дали там и так далее значит он соответственно ну да я не знаю настройки может работать электриком я не уверен что трак драйвером хорошая работа в том смысле что он в разъездах все время будет и но но с другой стороны если ему говорят что он там заработает 60 70 тысяч там в год а ему самое главное это заработать и поскорее смыться из америки то может быть конечно может быть это конечно вариант в принципе нужны трак драйвер да они там сколько-то зарабатывают но понимаете если вы трак драйвер на чужом траке вы не заработаете столько сколько на своем вроде там самый заработок когда у тебя свой трак трак а так я вот знаю мужика в лос-анджелесе так пошел там 15 долларов и воплотили так он еще и трак перевернул так хорошо жив остался ему правда побольше было ему было не 30 как полтиннику и вот он тоже думал приеду в америку трак буду водить насколько я вот общался с тракерами говорят они так что эти ты не там не работаешь часов там 13 в день не за рулем 13 14 то ты много не заработаешь так будешь так перебиваться поэтому я даже не знаю это чего же если ты электрик то так работай на стройке по электрике давно свои там 25 а то и 30 баксов в час можно получать я я не знаю я я не уверен что именно вождение трака в этом смысле как бы самый правильный путь потом у тебя жена 20 лет ребенку то что что я так вот будешь бросать там недели как-то мне не знаю странно это не но опять если люди как бы фанатично зарабатывают там три копейки чтобы значит там дом в деревне может быть для них это нормально я даже не знаю я так как я как раз больше это смотрю с точки зрения такого устройства основательного на месте если так перебиться конечно все что угодно может значит если если девушка начинает с того что она сидит с пожилым человеком так это не значит она должна всю жизнь там были там те два-три года значит который она здесь пробудет этим заниматься она может полгодика посидеть с пожилым человеком там еще дальше она может оказаться в совершенно другом месте мы не знаем в 20 лет у тебя все дороги открыты абсолютно все дороги открыты поэтому если ей нравится вот так по медицинской линии двигаться но это другой разговор то конечно она может подрабатывать она может учиться немножко параллельно с этим там и уже английский подхватить и профессионально там и так далее то есть это не вопрос существенно что когда у нас есть два достаточно молодых человека и деток у них нету то есть они могут сосредоточиться полностью на том чтобы там зарабатывать денежку я думаю так что вот то что девушка заработает и ему вполне хватит на жизнь там на рент на на покушать учетом нужно вот она вполне в состоянии на двоих заработать вот а дальше уже то что он заработает они могут откладывать если они не обосновываются на месте то есть им не нужно допустим мебель они не делают там какие-то отчисления то пенсионные планы ну и так далее то есть у них соответственно как бы вот каждая копеечка там куда-то откладывается может быть она быстрее даже накапливается может быть они могут себе даже отказывать в том чтобы там ну покупать еду подороже могут там есть что-нибудь такое скромненькое или допустим там я не знаю тут есть много возможностей при прикупать вещи подешевле если у тебя есть время и желание ты можешь это делать вот тут например есть магазин такое называется кентфуд но как бы консервы да условно но там и вообще всякая еда и одежка тоже есть эти пром товары и там товар который приближается у него срок к потому что надо продать к этой дате expiration такой дает у него значит но и когда магазин видит что они затоварились и не успеют продать они скидывают это в ликвидационные такие места и у нас есть вот такое место вот этот самый кентфуд или grocery outlet он еще называется раньше назывался кентфуд и я я снимал оттуда там репортаж может быть даже не один раз вы можете посмотреть у нас есть на канале там два в три раза иногда в четыре раза дешевле там продукты и на и они не просрочены они приближаются но они не просрочены то есть если ты хочешь дешевле там пожалуйста мы когда только приехали и там жили я не могу сказать в нищете потому что мы жили не хуже чем до этого в москве ну по американским понятиям в нищете и вот вот мы там постоянно покупали что-то и я там познакомился с какими-то продуктами которые так бы я не смог себе купить никогда что они очень дорогие вот а там вдруг пожалуй смотришь там за бесценок лежит там лишь бы избавиться и вот вы тогда для себя открыли какие-то вещи интересно так вот вот можно и так можно ужиматься там как как хочешь и жилье можно снимать какое-нибудь такое ну я не знаю я еще раз я не вижу смысла в покупке дома в деревне лично я но я понимаю что люди разные и кто-то может действительно вот так и чё же там да я я искренне верю но уж так процентов на 95 но я не знаю если не 99 что когда они здесь поживут пару лет и освоятся и накопит уже эти денежки дай бог чтобы они накопили вот я думаю что им не захочется уже уезжать да но всяко бывает всяко бывает значит я сейчас думаю не забыли ли мы чего в плане в плане вопроса который был задан знаете еще что я вам скажу в зависимости от местности в которой вы находитесь есть масса пожилых людей которым нужен уход и которые проживают на дому а на дому это вот именно в доме таком проживают не не в учреждении а в доме не в квартирке а именно в доме и они с удовольствием возьмут кого-то кто бы жил прямо там вот допустим ну а чего вас там вас двое значит вот комнату дадут вам комнату в этом доме значит и вот ваша жена допустим она ухаживает за человеком а вы живете из вас денег не берут за жилье это очень экономный вариант и он исключительно распространенный если то на это с проживанием да или там вы в ин значит если вы ищете вот такую нянечку вы в ин а тем более она вас по-английски не очень говорит соответственно это скорее всего это будут какие-то русскоязычные люди вот и пожалуйста значит если эта квартира например небольшая то там двоим может быть сложно live in а если это дом даже небольшой но дому уже нормально вот и очень распространенный вариант может быть так вы сможете быстрее денежку откладывать так так мне кажется я даже я не знаю может быть может быть такой вариант ну да в общем не знаю если бы перспектива была более долгосрочная наверное я бы чё-нибудь еще такое погенерил а так поскольку это все нет времени на то чтобы выучиться и куда-то сильно подняться дело то что медсестра приличная она вот и 90 тысяч получает например там если несколько лет опыта и она там подучившиеся и то есть можно такие деньги получать поэтому там уже и откладывается по-другому и живется по-другому еще раз если ей нравится эта работа так чего же там вот причем это можно в госпитале а можно в офисе у врача там где там менее стрессово и нет так нет сменности в работе да то есть вот я знаю разных людей которые некоторые предпочитают в госпитале хотя там есть и вечерние и ночные смены там и так далее но работа более интересна а есть такие которые просто в офисе и все в обычные офисные часы работы такое тоже есть то может быть они не так много получают на всяком случае это колоссально очень благодатная почва вот и электрику господи боже ты мой начиная от от электрика начал мог бы например там поработать на стройках по электрике потом получил бы свой лайсенс контракторский и был бы вот таким электрическим контрактором с практически неограниченным заработком но в 100000 100 200 300 500 сколько сколько заработал все твои людей нанял на проекты ставил он же был главным энергетиком он умеет с людьми работать умеет задачу поставить там принять работу он он вообще господи инженеры бы завидовали ему которые там вот в гугле понимаешь или фейсбуке даже так что но если выбор такой чтобы в деревне за 50000 уе то конечно ладно в общем я попросил выбрал потому что он нетривиальный в своей постановке вот не в том смысле что там электрика медсестра в том смысле что вот 50 тысяч и в деревню вот это конечно ну вот я я думаю ребят на самом деле те кто досмотрел до этого места во первых ставьте лайк потому что я заслужил во вторых и ребятам тоже лайк в том смысле что чтобы у них все хорошо сложилось и я думаю что не я а вот вы вы все кто до этого места дослушал может быть вы своим отношением к этому вот к этой ситуации может быть вы поможете им выйти за рамки 50000 уе с постройкой сельского дома может быть вы откроете им какую-то такую перспективу которую они сегодня не видят вот так бы что ли я знаю людей которые тоже так вот приехали поработали уехали и пропала у них это грин карта понимаете и дети их никогда не смогут уже ну если они только не родились тут а даже если родились тут уже все равно сложно знаете это не просто так не то же самое что ты здесь вырос в общем такие дела счастливы ребят я собственно приехал на работу бла-бла-бла ноу-ноу на работу